Доброе вам утро! Началась моя вторая рабочая неделя. Пока не последняя, не крайняя, как там говорят. Прекрасно, я же покажу картинки того, что было в понедельник. Были классная выставка, были забавные встречи с людьми, с кем мой босс работал в Европе. Неожиданно ему было приятно, мне было интересно. Конечно, дальше была прекрасная встреча с одной очень крупной европейской компанией. Там я выступал в роли переводчика исключительно. То есть пришлось даже немного синхроном заниматься, чтобы беседа шла чуть быстрее. Я давно этого не делал, я вообще, в принципе, этому не учился. Но с учетом того, что, ну, разработав тактику того, как мы будем вести беседу, мне удалось это выдержать, и я получил огромное-огромное удовольствие. Так, сейчас дорогу перейду. Достаточно неплохой знак, что сейчас время еще только начало десятого. Рабочий день начинается в десять. Здесь в большинстве случаев в девять. А я уже иду на работу. Это классно. Вот, скупил себе бутер, если сейчас захочу. Кофе есть, все есть, поэтому получаю удовольствие. Я вас не бросил, просто YouTube – это, по сути дела, работа. Нужно подумать о чем говорить, как говорить и прочее. Я не могу снимать, условно говоря, вот, что я иду, жизнь. То есть мне нужен какой-то момент настроя. Соответственно, пока не получается, пока я немножко отдан работе. Поэтому, шток, наберитесь терпения. Научусь. А то, знаете, как американцы говорят, лучше два дома, чем две работы. Поэтому я пока пытаюсь иметь два дома и усидеть на одном стуле, нежели на двух. Зашел купить легкий перекус себе сейчас на утро, потому что не успел позавтракать. Нашел кафешечку в здании. Полагаю, что, ну, наверное, стоит попробовать. Каракти пили, чай. Странная вещь. Давайте пока я иду, с вами поделюсь тем, что смотрел. Фильм. Никаких новых сериалов не поделюсь, не расскажу. Ничего такого, что вы знаете, действительно интересного, торкнущего. Очень много всего испанского. Никаких новых корейских дарам. Там вышел какой-то на Нетфликсе некрасивый, костюмированный японский сериал про японскую семью. О, японскую имбераторскую семью. Но он без перевода, а титры читать невозможно. Ну, и, соответственно, он на японском. Мало интересно. Вот, потом вдруг у меня высветилось Собчак Сихугуру. Достаточно забавное интервью. Ну, забавное. В моем понимании, забавное, это значит, интересное. На первых минутах меня не увлекло. Потому что, в принципе, как бы я знаком с его книгами. Я не все читал, но урывками. Я залип на комментарии. Комментарии людей. Там, типа, за полтора часа не смог раскрыть, что такое карма. Или ходят вокруг да около. А где же там, типа, условно говоря, рецепт счастья? Но, знаете, что у человека внутри, то и часто зачастую пишут на эту тему. Есть прекрасное выражение у Алисы Фрэндлих. Есть люди-лужи, мелкие, темные, мутные, неинтересные. А есть люди-океаны, безграничные, глубокие, манящие. Ну, вот, типа, так нужно воспринимать таких людей. Не знаю, это моя точка зрения. Я, кстати, подошел к офису. Как сказал, в понедельник была классная выставка. Ну, она касалась только этого региона. Кофе, кофе производителей, кофе, различные аппараты и прочее. Мне интересно. Я люблю такую тему, что даже, знаете, как бы попадая туда, загораешься, думаешь, блин, посчитал. То есть, можно же кофейню открыть. Кофейня приносит больше всего денег, на самом деле. Ну, ладно, сейчас покажу картинки с выставки. Я обжалкиваю. Я бы лет в этой коллекции, поэтому... После своего субботнего блога, который я выложил в воскресенье, воскресенье заниматься, по сути дела, было не очень много чем, поэтому я просто гулял, я просто катался, нашел какие-то новые пляжики, новые локации, просто картиночки были. И поэтому все. На этом все. Приехал на этот раз на дальний пляж. Не на самый дальний, но достаточно далеко. Сегодня слегка волнительно. Причем на этом пляже вот как раз таки хорошо, здесь волнорезы все закрыто. Дальше-то похуже будет. Пойдемте прогуляемся. Прогулочная зона есть. Это какой-то пляж, прям для интеллектуалов. С библиотекой. Пойдемте посмотрим, что предлагается нам. О, здесь много парусников. Это красиво. На фоне насыпных островов. Нам в бедном дорожке. Кто-то плавает, а кто-то там вообще красиво выступает. Ах, не вижу на солнце. Наверное, вы увидели. Вот эти пятиэтажные супер-яхты. Минципалитет вам напоминает. Господа, улыбайтесь. Улыбайтесь. О, здесь барабачить можно. Ту-ту-ту-ту. Оп. Смотрю, под ноги шептает. Не завалится. Вот, кстати говоря, примерно так и насыпается. Вот эта вот порода привозится, насыпается на дно. Постепенно появляются острова. Есть предположение, что даже фиксируется как-то, чтобы она не расползалась. И потрясающей чистоты залив. А вот это даже, боюсь сказать, наверное, ежи. Вылезли погреться. Сейчас, дайте, доберусь. Телефон выключен. Включу. Точно, это прям колония ежиков. Такие маленькие, забавненькие. Напитают в чистой воде. Кругом вот такие штучки стоят. Вот эта штучка для мусора. Детские книги. Все подряд. Детские. Гришев. Английский. Тут даже реклама-кортье есть. Желающие. Как пройти интервью. Что-то индийское. И так далее. Ладно, не столь важно. Вот видите, порыбачили. Можно выбрать площадочку. Перекусить. Порт просеет. Порт просеет. Порт просеет. Порт просеет. Субтитры делал DimaTorzok 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 DimaTorzok